МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У многих сегодня первый рабочий день в новом 2016 году. И наверняка после таких затяжных каникул приступить к своим обязанностям оказалось не так-то просто. Но это дело привычки, а мы готовы рассказать вам о самых ярких событиях, произошедших в нашем городе сегодня и в прошедшие праздники. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Самое яркое, грандиозное и морозное событие, которое березняковцы будут еще обсуждать как минимум месяц, это празднование Нового года. На главной площади города проходили традиционные гуляния. На улицах раздавались залпы салютов. Чем особенным запомнится новый 2016 год для березняковцев, расскажем во втором блоке нашей программы. Не пропустите. А я продолжу. Новогодние праздники, к сожалению, не обошлись без трагедий. Тема пожарной безопасности как никогда актуальна. Серьезный пожар произошел в доме на улице Мира. Выгорела вся квартира. Хозяйке удалось спастись. А вот чуть позже, буквально два дня назад, в одной из квартир обгорел мужчина. Ему спастись не удалось. Екатерина Федорова рассказывает о реальных последствиях прошедших праздников. Пожарка долго не едет. На этих кадрах горит «Форд Фокус» во дворе дома на Потемино-1. 31 декабря, 6 часов утра. Очевидцы долгое время наблюдали, как полыхает иномарка. До приезда пожарных никто из соседей даже не попытался затушить огонь. Все, кто успел, отогнали свои авто подальше от эпицентра события. А вот все, что осталось от «Форда», на снимках видно, что горела задняя часть автомобиля. Сейчас пожарными инспекторами устанавливается причина возгорания. Соседи уверены, что это был поджог. Якобы автовладельцы не поделили место на парковке. Последствия этого пожара, который произошел буквально на следующий день после главного праздника, запомнятся надолго всем, особенно жильцам дома, что на улице Мира-34. Обгорело все внутри и снаружи. Языки пламени дошли до последних этажей. Ситуация в подъезде страшная. Все в копоте. Даже соседи стараются уходить из дома. Нам открыли только в одной квартире, на первом этаже, где, собственно, и произошел пожар. Все сейчас живы, а то надо что. Самое главное? Да. Как бабушка-то ваша успела спастись? Наконование, нулась, я выскочила. Дверь-то рядом. Во время пожара в квартире находилась бабушка. Она успела выбежать в подъезд. Из бытовой техники и мебели практически ничего не осталось. Обгоревшая стиральная машина, куски обоев и стопки хранившихся книжек. А на пятилетке 79 пожар случился буквально два дня назад. К сожалению, с пострадавшим погиб мужчина. Он проживал в квартире один. Соседи очнулись, когда из вентиляционной трубы пошел едкий запах дыма. На кухне я почувствовала запах вот гарри. Поэтому выглянула в подъезд, чувствовала тот же запах. Сказала мужу, он спустился. И вот они вместе с соседями вызвали пожарных. Наверное, курил даже, да и загорелся от сигарет. У меня постаренка, которая носит пенсию. Одна же спрашивает, ему водку не покупали. Видимо, она уже когда пришла к нему, он уже был пьяный. Версии соседей разные. Одну из них нам рассказал внук погибшего мужчины. Новогодние праздники для их семьи обернулись ужасной трагедией. Ростислав не спит уже вторые сутки. Пытается навести порядок в квартире. Причина пожара, по версии родственников, вовсе не в образе жизни. В квартире до сих пор невыносимый запах гаря. Обгорел только стул, на котором и сидел погибший мужчина. В живых после пожара остался только кот по кличке Кекс. Только он знает истинную причину пожара. Екатерина Федорова, Степан Некрасов, новости на ТНТ. К другим темам. В Новый год желания должны исполняться, но власти не Дед Мороз. К нам в редакцию обратилась телезрительница, которая уже несколько лет не может исполнить свою мечту – построить свой дом в Орле. Администрация поселка против. В непростой истории разбиралась Евгения Кокшарова. Есть земля, есть съемная квартира, нет своего жилья. И так как есть эта земля, то, наверное, лучше жить на природе, лучше жить в лесу, в соснах. Райское местечко, окраина поселка Орел. Свежий воздух, реликтовый лес, река неподалеку. Собственница этой земли Ольга Спицына уже несколько лет борется за то, чтобы построить здесь дом. Я четыре года бьюсь, пишу заявление как в Орел, так и в Усольский район. Им совершенно разные были отказы. Сначала мне говорили, что СЭС против расстояния от воды, хотя расстояние от воды и позволяет. Потом отправляли меня в лесное хозяйство, лесное хозяйство тоже не претендует на эту землю. Потом они сказали, что это земли общего пользования. Действительно, на землях общего пользования по закону не разрешается строительство жилья. А там можно возводить магазины, кафе и другие общественные заведения. Курьез да и только. Местные власти решили, чего земля простаивает. Именно на личном участке Ольги без ее согласия залили каток. Если я не построила забор, это не дает право администрации Орла делать свои какие-то желания, восполнять. Конечно, хорошо, что дети катаются, но не на моей земле. Чтобы наконец-таки начать строительство дома, Ольга не раз обращалась в суд, обивала пороги различных инстанций с одним единственным вопросом – можно ли перевести эту землю в жилую? В администрации президента вопрос направили в управление Усольского района. И там девушки наконец все разъяснили. Ольга неоднократно обращалась к главному архитектору Усольского муниципального района, где ей дано было разъяснение, что данный вопрос решается при проведении публичных слушаний в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации. То есть Ольга права? Ольга может перевести эту землю в жилую? Конечно может, но для этого нужно время. То есть переводить земли общего пользования в жилые действительно можно на местном уровне. На публичных слушаниях, которые состоялись в Орле, большинство жителей проголосовали за то, чтобы Ольга все-таки построила свой дом. Но местные чиновники даже после этого окончательного ответа почему-то дать все равно не могут. Да, на вопрос мы посмотрим, подведем, составим уже протокол, подведем итоги голосования. Я же протокол посмотрим. То есть поголосовали? Опубликуем все, конечно. Конечно. И публичные слушания, они носят рекомендательный характер. Дешение по вопросу уже будет принимать глава администрации. Ольгу такой ответ не устраивает, ведь владелицу участка уже 4 года кормят завтраками, а за это время на этом месте мог бы вырасти дом ее мечты. Ольга, что вы собираетесь делать дальше? Будем бороться, допиваться, отстаивать свои права. Евгения Кокширова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Тем временем в 2015 году жители Прикамья взяли в два раза меньше кредитов. Финансовая статистика в Пермском крае побила антирекорд 2009 года. За 10 месяцев банки выдали жителям Прикамья в два раза меньше кредитов, чем за аналогичный период 2014 года. По данным Центробанка, финансовые организации выдали кредитов на сумму 76 миллиардов рублей. Экономисты считают, что падение показателей по кредитованию продолжится и в 2016 году. Макроэкономический фон привел к двум важнейшим последствиям для банковской системы. С одной стороны, банки ужесточили свою кредитную политику. С другой стороны, население, опасаясь безработицы и снижения доходов, стало более взвешенно подходить к принятию решений относительно взятия новых кредитов. При этом эксперты отмечают рост долговой нагрузки населения. В 2015 году уровень просроченной задолженности превысил предыдущий максимум, достигнутый в 2009 году. Сегодня доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц в Пермском крае уже составляет почти 9%. Эксперты считают, что потенциал ухудшения качества портфеля еще не исчерпан. В этой связи многие банки будут тратить все больше ресурсов на взыскание задолженности и создание резервов, пользоваться возможностями банкротства физических лиц, которые появились в 2015 году. Начало нового года – это всегда время сюрпризов и перемен. Власти тоже приготовили для нас своеобразные подарки. Александра Лимонова расскажет, какие новые законы начали действовать с 1 января 2016 года. 1 января вступил в силу закон, согласно которому в рядах российской полиции будут представители, владеющие языком жестов. Полицейские будут общаться на этом языке с людьми, страдающими заболеваниями слуха и речевого аппарата. В каждом регионе появятся полицейские с навыками сурдоперевода во всех основных службах, ведущих непосредственную работу с людьми. Сотрудников будут отправлять в специализированные заведения, либо будут внедрять курсы сурдоперевода в центрах профподготовки. В новом году появились скидки. Нет не в магазинах, а на штрафы ГИБДД. Новый федеральный закон предусматривает возможность уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения в размере 50%, но лишь в том случае, если уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления. На такие нарушения, как управление автомобилем в состоянии опьянения, проезд на красный свет, движение по встречной полосе или повторное превышение скоростного режима более чем на 40 км в час, новый закон не распространяется. С опаской россияне заходят в магазины, боясь повышения цен, а оно, к сожалению, неизбежно. По прогнозам Минэкономразвития Российской Федерации, рост цен на продовольственные товары в 2016 году замедлится, однако в дальнейшем потребителям придется тратить на питание на 3-5% больше, чем раньше. Стоимость молочных продуктов поднимется на 7%, а хлебобулочные изделия и вовсе могут подорожать на 25%. Также планируется повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и транспорт. Уже изменились тарифы на проезд на общественном транспорте в Москве и области. Что уж далеко ходить в Перми, утверждена новая стоимость проезда. С 1 января в столице Прикамья проезд стоит 20 рублей. Еще две темы, вызывающие бурную реакцию в обществе – подорожание лекарств и бензина. На медикаменты рост цен прогнозируется более плавным, чем в прошлом году. К бензину определение плавно, похоже, не подойдет. Кстати, пенсионеров коснулись и другие изменения. Уже прекращена выдача пенсионных удостоверений. А новоявленным пенсионерам подтвердить свой статус можно будет справкой о факте начисления пенсии, получить которую можно в территориальном управлении Пенсионного фонда России по месту жительства. Величину минимального размера оплаты труда чиновники по традиции увеличивают. В этом году МРОД вырастет на 4%, до 6204 рублей в месяц. И хотя 4% – это в три раза меньше прогнозируемой инфляции, такое увеличение все же лучше, чем ничего. Кстати, в 2015 году МРОД был повышен на 7,4%. С пенсиями ситуация обстоит также. В феврале предусмотрено повышение пенсии на 4%, но в систему индексации пенсии не включены работающие пенсионеры. Это значит, что о повышении пенсии до тех пор, пока они работают, можно забыть. Подрастут штрафные санкции за долги по коммунальным платежам. Да не просто подрастут, а вымахают в два с лишним раза. Но это коснется только тех, кто не платит более трех месяцев. Переходим на новый уровень. В 2016 году вступает в силу программа, по которой перестанут выдаваться бумажные паспорта. Ожидается, что до 2019 года все паспорта заменят электронные карты с чипами. Еще один новогодний сюрприз от властей. С 1 января 2016 года вступил в силу закон, который позволяет регионам выплачивать пособие на ребенка только тем семьям, которые по региональным же меркам будут признаны малоимущими. Причем пособие можно будет платить ежеквартально. По принципу нуждаемости теперь будут выплачиваться и компенсации за оплату детсадов. Александра Лимонова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Продолжим выпуск. Раз, два, три, елочка гори. В новогодние каникулы во всех дворцах города каждый день были организованы елки. Дед Мороз и Снегурочка не уставали поздравлять маленьких березняковцев. Только более 20 новогодних представлений было устроено для детей работников компании «Уралкалий». Давайте вспомним, как это было. Каждый взрослый помнит, что в детстве этот праздник был самым грандиозным. Новый год – это много сладостей, хороводов, вокруг елочки и карнавальные костюмы. С тех пор ничего не поменялось. Новый год, когда много снега. А еще что такое Новый год? Новый год, когда бардарки. Тут весело. Красиво все, столько персонажей сказочных, да? Еще придем? Нынче новогодние елки были полны чудес. Тут и сказочные герои, и африканские танцы с символом года, и даже мини-цирк. Понраву пришлось и малышам, и их родителям. Представление очень интересное и по возрасту соответствует. Самое главное – все красочно, музыкально. Активно участвовали. Нам все понравилось. Очень большое спасибо профсоюзному комитету по Уралкалии. Я думаю, что в следующие годы мы тоже будем всегда посещать эти праздники, именно детские. Уралкалий заботится не только о сотрудниках, но и о их детях. И в Новый год, по сложившейся доброй традиции, более 12 тысяч детей-калищиков в возрасте от 1 года до 15 лет получили новогодние подарки. А на праздничных представлениях побывали более 5 тысяч детей-сотрудников из Березняков и Соликамска в возрасте от 3 до 13 лет. Новогодние подарки от Уралкалия создали отличное настроение и детям, и их родителям. Хотел бы поздравить наших детей и их родителей с Новым годом. И пожелать обязательно веселья в эти дни, отдыха прекрасного, всей семьей. Чтобы все-все всегда встречали Новый год вместе. Здоровья, удачи и любви. С Новым годом всех! Евгения Кокширова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Между тем, около 60 гонщиков края закружила в минувшие праздники снежная карусель. Соревнования на ледяной трассе прошли 6 января в районе лодочной базы «Азот». У Сергея Калейника самые интересные моменты соревнований. Управлять автомобилем на ледяной трассе непросто. Любой, даже самый небольшой поворот, может обернуться заносом и потерей управления. Тем более для автомобилей с задним приводом. Именно с соревнований таких машин начались гонки. Постоянные участники и призеры гонок «Снежная карусель» в классе классика – братья Куимовы. Александр и Андрей обычно соревнуются на старенькой шестерке, но в этот раз двигатель на «Жигулях» забарахлил. На выручку пришел отец, предоставив свою семерку. Уже на этой машине они обходят одного соперника за другим. Но вот незадача. Братья встречаются в одном заезде. Тогда-то и вспоминают про сломанную шестерку, которая еле работает. Но как решить, кто на ней поедет? По-мужски. Камень, ножницы, бумага. Сегодня у нас именно так и получилось. Кто поедет, на какой машине. Андрею не повезло. Жеребий пал на сломанный автомобиль. В итоге третье место. А вот Александр пошел дальше и стал лидером в классе заднеприводных автомобилей. Все возможно. Но у него опыта-то побольше было, езды-то в классике. У него своя машина была, классика. Он и не сколько-то ездил. А я уже потом только оттянулся. Следующими на старт выходят спортсмены в классе спорт. Доработанная и мощная машина. Скорость в разы больше, а зрелище эффектнее. Фаворитом этого класса сразу становится гонщик со стажем Алексей Абраженчик. В финальном заезде он встречается с не менее именитым спортсменом из Перми Андреем Румянцевым. Быстрее! Есть! Есть финиш с большим преимуществом. Первое место Алексей Абраженчик, город Березники. Золото остается в Березниках. После на трассу выезжают полноприводные и стандартные автомобили. Соревнования завершаются только к вечеру. К слову, снежная карусель в этот раз закружила гонщиков на новой трассе в районе лодочной базы «Азот». А следующий этап соревнований пройдет в конце февраля и будет посвящен Дню Защитника Отечества. Сергей Калиник, Лев Соборов. Новости на ТНТ. А теперь о самом приятном и запоминающемся. Долгожданный праздник березниковцы встретили с веселыми танцами, хороводами и прекрасным настроением. 30-ти градусный мороз не испугал многих, а те, кто предпочел сидеть дома в теплом уютном семейном кругу, сейчас узнают, что пропустили. Екатерина Федорова в Новый год побывала на площади и встретилась с главным гостем праздника. Залпы новогоднего салюта гремят строго по расписанию в 2 часа ночи. Ночное небо над городом сияет и переливается разноцветными красками, словно в сказке. Посмотреть на фейерверк в морозную погоду пришли даже семьи с маленькими детьми. Настроение у всех, конечно же, праздничное. Это наши друзья. У них фамилия Мороз. Мороз фамилия. Я говорю, дедушка Мороз пришел. Они говорят, нет, ты деда Саша, а ты не дед Мороз. А дед Мороз говорит, красный, куда приходит. Есть что-то, что наступил Новый год. Да, конечно, вот видите, друзья пришли к нам. Конечно, Новый год наступил. А вон дед Мороз сзади вас, ты, смотрите. Таких дедов Морозов на площади честно не сосчитать. Наверное, каждый четвертый переоделся в главного гостя праздника. Народу очень много и все танцуют. Возможно, для поднятия настроения многие и приняли горячительного. Ну а тем, кому завтра на работу, в них другой способ согреться. Минус 28 градусов. Странно, но такая морозная погода не остановила многих березняковцев. Прийти сегодня на главную площадь города и отмечать Новый год все вместе. Валенки, шапки. Танцы, пляски, хороводы. Дед Мороз и Снегурочкой на сцене поздравляют березняки уже с наступившим 2016 годом. Зеленая новогодняя красавица, искрица, при свете луны, магия. Желаю удачи, перспектив, любви, здоровья и самых-самых лучших танец. Чтобы счастливились! Новый год очень веселый, несмотря на погоду, минус 30, все как будто друг друга семья, есть семья. Всех с Новым годом, всем счастья, здоровья, всем богатые обезьяны, все будет хорошо, лучше всего рад! Дорогие березняковцы, я желаю вам в Новом году любви, счастья, успеха, чтобы сбывались все ваши самые сокровенные мечты и чтобы все ваши семьи были счастливы. А желают, чтобы 2016 год каждому нашему телезрителю принес только счастье. Екатерина Федорова и Виталий Третьяков. Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43 17 17. Вы смотрели главные новости города, далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь, с вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей! В Климат-маркете технологии климата широкий выбор климатической техники по самым выгодным ценам. 12 января на территории Пермского края ожидается небольшое похолодание. На фоне пониженного давления погода будет пасмурной с небольшим снегом и сильным туманом. В Перми пасмурно, температура воздуха минус 10 градусов. В Александровске также пасмурно, небольшой снег минус 10. В Губахе пасмурно и чуть теплее, 8 градусов мороза. В Кизеле столбик термометра будет на отметке минус 10. В Соликамске также 10 градусов ниже нуля, пасмурно небольшой снег. В Березняках во вторник, как и во всем крае, ожидается пасмурная и снежная погода. Температура воздуха ночью минус 7, в дневные часы термометр покажет минус 11 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. 12 января солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Наши низкие цены не нужны вам, пока вы не замерзнете. Будет холодно? Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина Советский проспект 2. Территория Агроснаб. Технологии климата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова